Утверден перечень оплачиваемых общественных работ на следующий год. Это нужно, чтобы обеспечить занятость до 5000 человек, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Поработать жители области смогут на строительстве и ремонте дорог в ЖКХ, лесном хозяйстве, на заготовке и переработке сельхозпродукции, строительстве и реконструкции жилья, в общественном транспорте и связи. Нужны работники для подготовки различных баз данных, проведения переписи, а также для обеспечения отдыха детей на каникулах и ухода за престарелыми, инвалидами и больными. До 1 апреля все города и районы должны определить объемы и виды необходимых общественных работ. За 2 месяца теперь можно купить билеты на любой поезд. Ранее максимальный срок предварительной продажи составлял 45 суток. За 2 месяца можно было приобрести билеты только на несколько поездов. Купить проездной документ можно как в кассах, так и на сайте РЖД. Памятник Олегу Попову в Ростове планируют установить в апреле ко Всемирному дню цирка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко. По его словам, подписано соглашение между ростовским цирком и одним из банков о полном спонсорском участии банка. Сегодня ростовские скульпторы работают над предложениями и эскизами, а городские власти подбирают подходящее место. Напомню, народный артист СССР Олег Попов скончался в начале ноября в возрасте 86 лет в Ростове. Похолодание началось в Ростове. Сегодня уже минус 7, после вчерашних плюс 7. А к концу недели синоптики обещают до минус 20 ночью. Днем до конца недели будет минус 6, 12 при слабом ветре. Может пойти небольшой снег. У зала прилета ажиотаж. Чемпионский рейс из Будапешта. В аэропорту Ростова-на-Дону с цветами и поздравлениями встречают родные и близкие золотого призера чемпионата мира по греко-римской борьбе. Русский каравай – дагестанская лесгинка. Такого теплого приема Рамазан Абачараев не ожидал. Он вернулся в Донскую столицу с победой, которую одержал в неолимпийской весовой категории до 80 килограммов. С детства – это мечта любого ребенка, который занимается борьбой. Я всю жизнь дошел к этому. Хотел бы сказать слава благодарности тем людям, без которого я не дошел бы до этого. Это мой первый тренер – Симонян Хачатур Родюнович. Мои личные тренера – Харахачян Каутский Горьвич, Сергей Михайлович Забей Ворота. Спасибо всем болельщикам, моим родственникам, особенно Роме Абачараеву Закировичу, который всегда был рядом и поддерживал меня во всем. И всегда верил, самое главное, в меня. Из желающих сделать селфи с Триумфатором целая очередь. Сквозь нее нелегко протиснуться даже человеку-легенде – олимпийскому чемпиону Варторесу Самургашеву. Он приехал лично поздравить ростовского спортсмена с золотом. Конечно, все переживали, все болели. Очень много работы проведено и тренерским штабом, и Рамазаном в первую очередь. Четыре года он готовился и грамотно провел весь чемпионат, показательно. И главный тренер Гоги Мурманович выделил его, что светлая голова была и желание. Бой-реванс с борцом из Турции Асланом Атема оказался для Рамазана непростым. И все же в финальной золотой схватке ростовчанин победил со счетом 3-1. Он всегда был шустрый. Я за ним не могла тогда. Везде, куда надо, куда не надо, он лез. Он в 12 лет пошел в спорт. Я считаю, что самая главная заслуга – это его родители, что они родили и воспитали такого замечательного сына. Этот мальчик никогда не будет звездным. Он будет всегда настоящим, хорошим мужчиной. Спортивная борьба для области – базовая олимпийская дисциплина, которой занимается более 10 тысяч человек среди самых юных и те, кто сегодня отпросился с уроков, чтобы встретиться с чемпионом. Такие взлеты земляков для ребят – лучшая мотивация, которая, как известно, начало любой победы. Сам Рамазан признался – останавливаться не намерен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова